Добрый-добрый-добрый вечер всем еще раз, дорогие друзья, у микрофона друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire, мы начинаем трансляцию четвертого матча данного Best of 5 Гранд Финала. Команда Empire первые две игры выиграла, причем с уверенным преимуществом, а вот третий матч отдали ВП, потому что отдали, я считаю, совсем не обязательно Фантом Лансера своим оппонентам, ну и как играть Фантом Лансером, я думаю, многие знают из зрителей даже, я уже не говорю о профессиональных игроках. Фантом Лансер против Хускара, ну там, как по мне, конечно, без шансов. Empire потеряли возможность, в принципе, рано закончить игру, а там Пейл уже вынес свои артефакты и получили, что допустили, ну еще раз Фантом Лансер от команды Virtus.pro. Еще раз, поперло, нормально, можно играть Фантом Лансером. Ну теперь хотя бы есть варианты, в принципе, для того, чтобы Пейла контрить, потому что Кири команда Empire, как я понимаю, еще не забрала, скорее всего. Алоха Дэнс у нас будет на Наги отыгрывать, Сайлент пока что без героя, Дизераптор для Always One Fly, Лина, пожалуй, для Резолюшена, но нет героя для Йоку, нет героя для Сайлента. И, кстати, по поводу вообще как все меняется от матча к матчу, команда Empire была у нас в явных аутсайдерах данного матча, и посмотрите теперь, что происходит. На сайте Pinnacle Esports 2.4 на Virtus.pro, хотя начинали с 2.1 на Empire, а у команды VP показатель был 1 с копейками. Теперь у Virtus.pro 2.4, у Empire всего лишь 1.5 коэффициент, ну уже даже букмекеры разуверились в команде Virtus.pro, даже как-то немножко странно, но VP, на удивление, хорошо отыграли. Третий матч, в принципе, в четвертом, с тем же пиком, с Пейлом, почему бы не продолжить всю эту историю? Джаггер от команды Empire. А как же Джаггер будет вырезать Пейла? У меня вопрос, как вообще вырезать Пейла Джаггернаутом, если Omni Slash выйдется, например, тем же Доппельгангером? Хотя, с другой стороны, Джаггер от Сайлента в первой игре, который шел через Battlefuries, иллюзиями-то должен разговаривать достаточно просто. Ну ладно, не пойдет Omni Slash, будут руками резать, не пойдет разрезание руками, придется резать Omni Slash. В любом случае, эскейпы есть, что в одну сторону, что в другую. Лина от Resolution, вот это интересно будет посмотреть. Лина, которая будет стоять против Queen of Pain от года. Вообще, вот это противостояние, Resolution год, ну как по мне, одно из наиболее ярких в современной доте СНГшной. Ну и ES Portal собрал у нас два сильнейших СНГ коллектива в гранд-финале. Вот вам, пожалуйста, и противостояние. Сейчас покажу стату по данному показателю. Resolution имеет ГПМ 612 в среднем у года 600. Ну и 585 Experience по мину, здесь 612 у Resolution XPM. Дальше, в принципе, стата не так интересна, Resolution год ровно идут. То есть, один другого стоит. Игроки действительно подобрались очень крутые. ВП забанили Кентавра последним баном и Винтерн Виверну, Team Empire, залетает в баню. Нет еще оффлейнера для команды Empire. Осталось добрать только героя для Йоку. Virtus.Prom отсутствует герой. В принципе, саппорт один отсутствует, да. Все остальные уже есть. Шейкер, скорее всего, для Фобоса отправится на сложную. Queen of Pain. Это год. Иллидан, конечно же, играет на ПЛе. ФНГ, наверное, заберет себя Дазла. Ну и герой для Лила, как мне кажется, еще не пикнут. Со стороны Team Empire нет героя для Йоку. Джаггер в пике, это означает, что Нага у нас не будет такой, как в первой игре была от Virtus.Prom. Фармящий, не фармящий. Нага у нас будет исполнять роль, скорее всего, сплитпушера. Алоха Дэнс любитель таких вот мувов против Фрэнкерсенса Кэптон. Еще раз вспомню просто. Не уходил с топ-линии. Все время стоял там. Гвардиан Грифсов было достаточно, чтобы Нага могла себе позволить стоять и спокойненько фармить. Потом, кстати, и Линкен Сфера появилась еще на Наге. Всего, в принципе, понемножку. Он собирал себя Лоха Дэнс и умудрился в соло спушить целую линию. Пока команда дралась там нон-стоп вообще на других позициях карты. 16 секунд у команды ВП. Главное не ошибиться, потому что они в одном шаге от поражения в данном противостоянии. Кто же будет выполнять роль дополнительного саппорта? Найт Сталкер. Вот так вот с потенциальчиком взяли себе саппорта. Саппорт, который Клэйте может-то и наказать. Ну, очень неприятный Найт Сталкер на самом деле. Причем больше не потому, что он подкачанный руками бьет сильно. Нет. А благодаря Сайленсу от Найт Сталкера вообще не алло. Легион Коммандер. Вот кого не видели, так это Легион Коммандер. Сайленс забирает себе Джаггернаута. Лина будет для Йоку. Легион Коммандер для Резолюшена. Always Funafly забирает себе Дизраптора. И Алоха Дэнс будет играть на Наге. Тут многоходовка просто от команды Эмпайр. Не знаю, переиграли ли они по пику своих оппонентов. Пока сложно сказать. Но посмотрим, к чему это все приведет. Гот забирает себе Квин оф Пейн. ФНГ будет играть на Шейкере. Фобос в Сложную отправляется на Найт Сталкере. Секундочку. Все. Переходим к матчу. Фобос отправляется в Сложную на Найт Сталкере. У команды ВП на Мид Лейн. Идет Гот на Квин оф Пейн. И Лидан фармит на Фотом Лансере. ФНГ на Шейкере. Лайн Саппорт и Лил на Дазли. Забавно. Очень забавно. Резолюшен забирает себе Легион Коммандер. Это главная новость вообще в стане команды Эмпайр. Резолюшен будет играть на Легионке. Сайлент на Джаггернауте. Ничего удивительного. А Флайн на Дизрапторе тоже неудивительно. Ну и Алоха Дэнс Йоку. А что это за красота такая у Лины? Такая вот красота. Да, это конечно весело. Стоять придется против, как я понимаю, против Квапы и Легионки. Не лучший оппонент. Легион, конечно, подруга сильная и мощная, но... Но-но-но. Получится ли вы стоять против Квин оф Пейн? Все-таки там нон-стоп спам будет идти Шадоу Страйком. Там, естественно, через Квин оф Пейн постоянный будет разбор Легион Коммандера. И не будем забывать, что Легион Коммандер все-таки у нас милишный герой. Даже несмотря на стрелы. Стрелами не так удобно фармить, как фармить с руки. Поэтому Легион Коммандер придется где-то в зоне атаки Квин оф Пейн постоянно находиться. Ну, глянем. Тут уже от скилла во многом все зависит. А скил, кстати, хочу вам сказать, где-то равный и где-то рядом. Что у Года, что у Резолюшена. Оба игроки с большой буквы И. И оба, естественно, с опытом. И ни одну игру, конечно, не выиграли. Что один, что второй. Еще раз повторюсь, у нас лучшие коллективы России столкнулись в финале, в гранд-финале ЕС Портала. Ну и этот дерби пока что идет со счетом 2-1 в пользу команды Империя. У нас четвертый матч, ну и поехали. На легкой линии со стороны команды ВП на фарме у нас Фантом Ланцер. И Лидану опять взяли героя, которым выигралась прошлая катка. И, по сути, остановился этот вот проход команды Импайр по команде ВП. Первые два матча вообще без шансов были выиграны. Теперь для Лидана нашли героя, на котором он прилично смотрится. Первые две игры, конечно, были жуткие. Резолюшен на мидлейне. 3 на 0 у Года 7 на 3. Ну вот и началась неприятность для Легион Командер. Милишный герой. Где-то еще и недоконтролил Резолюшен. Вот сейчас, в частности, крипа забрать просто не удалось. Резолюшену нужна Хелпа, это факт. С батлом уже Резолюшен. Идет через пресс-атаку. Ну и пассивка здесь. И кто там забирает Лил? Забирает у нас Йоку. Лил забирает Йоку. Где это все произошло? Йоку у нас развалился на нижнем лане. Алоха Денса оставили в покое, а вот Йоку развалили. Ну Шейкер благодаря Фессуре, плюс здесь Даззл от Лила. Первый фраг для команды ВП. Начало не в пользу команды Эмпайр. И Мидлейн в неприятной ситуации. И легкую команду ВП свою уже постепенно, но выигрывает. У Иллидана 5 на 1. У Йоку в это время 4 на 1. Так, Легион Коммандер проседает у нас на Мидлейне. ФНГ уже здесь. Резолюшн пошел себя подхиливать. У Резолюшна есть и стрелы. У Резолюшна есть и пресс-атак. Резолюшн не умер здесь. Еще, кстати, чуть не разбил лицо Шейкеру на отступлении. ФНГ выходит у нас на нижний лайн. У ФНГ есть Мана на офицеру. Йоку сейчас, если закроют, вообще будет неприятная ситуация. Йоку пошел у нас через Йолки. Йоку, скорее всего, здесь останется. Алоха Дэнс в это время забирает Шейкера. Йоку тоже забирает. Алоха Дэнс разменял своего оффлейнера на саппорта команды Виртус Про. 1-1 хотя бы так. Хотя бы так. В любом случае, ВП здесь остались в плюсе. Заработали денег на Йоку. Йоку цель подороже. ВП 300 голды в плюсе и по экспириенсу 100. О, голды тоже для команды Виртус Про. Иллидан не умирает. Он как-то и не планирует умирать. У него ситуация, в принципе, по фарму достаточно удобная. Саппорт есть, который хилит. Саппорт есть, который, если что, подстопить может и агрессию. И зацепить кого-то из игроков. Позволит заработать 1-2 фрага. Вот поэтому для Иллидана здесь ситуация комфортная. Не надо напрягаться особенно. Не надо вообще ничего выдумывать. Алоха Дэнс здесь на Наги. В принципе, ради чего? Ради сетки. Ради сетки, чтобы Йоку, Лайт Страйкера и Драгон Слейб все это в одну точку. Но проблема-то в том, что здесь есть Доппельгангер. Который и выйдет все абсолютно, что могут влить у нас в Иллидана. Опять Эмпайр по расстановке, честно говоря, немножко, мне кажется, немножко в минус уходит. Сайлент в это время на топ-лейне 25 на 17. Вот кто фармит, так это Сайлент. Сайленту вообще напрягаться, прям как с горы катится. Потеет, старается и нормально, и работает. И схема вполне рабочая, и получается. Правда, кстати, саппорты тут не алё. Вот команда Эмпайра отстреливает Фобос. Дальше за Сайлентом ночь у нас настала Войт. Через один монопоинт был бы у Фобоса. Фобос не рискнул. Типа Тавр, мало ли, вдруг там ещё кто-то. У года, третий Скрим оф Пейн. У года уже есть Соник Вейв. Резолюшена шестого левела пока что нет. Тут вам много очень будет зависеть от ульты резолюшена. Пройдёт, не пройдёт. Будет ли дуэль выиграна или не будет. Станет ли резолюшен у нас машиной для убийств. Сайлента, скорее всего, станет, если сильно не загнобят у нас керри команды Эмпайр. Но одного героя, который лупит с руки, я думаю, не вполне достаточно. Дуэли нет у Резолюшена. Как бы неплохо было бы здесь поймать ФНГ. Тут, кстати, неприятность для дуэли. Это ещё и лил на дазы. Ну и 3-1 Шейкер у нас просил по ХП на мидлейне. Или Дана пытались здесь поймать. У Йоку четвёртый левел пока ещё. Гот во вражеском лесу. И не стыдно-то, а? У Резолюшена есть шестой левел уже. У Флая пока что только третий. Гот будут ли ловить? Сетка полетела в Гот, а Гот просто делает блинк-аут. Алхаден зря сюда смещался. И назад вернуть вариантов никаких. Глимс второго левела, кстати, у Дизраптора. Но Гот слишком далеко упрыгнул. Перемещается ФНГ на мидлейн. В это время внизу Йоку остаётся в соло. И, кстати, становится такой хорошей целью для Лила и для Иллидана. Иллидан цепляет у нас Йоку. Йоку, сразу же ТП-аут. Успеет ли? Да, Йоку уходит. Тут выдумывать нечего было. Эта ТП-шка есть, просто валить. У Сайлента 34 на 22. В это время у Фобоса 15 на 2. Тоже неплохо выглядит Найт Сталкер. Обычно сложная линия не так просто даётся. Так, Алоха Дэнса у нас здесь настреливают по спине. Это всё в лесу команды ВП. Почему Алоха Дэнс здесь? Неясно. Что-то, видимо, с руной какие-то махинации были от Алоха Дэнса. Но всё это неприятно закончилось для команды Эмпайр. ВП выигрывают 4-1 по фрагам. Они уже по голде идут в плюс. Правда, Эмпайр немножко тут по экспириенсу ещё держится на уровне. Йоку 0-2. Вот это печаль. Легион Командер перемещается в лес. Уже шестой, почти седьмой левел для Резолюшена. У Квинов Пейн уже больше, чем седьмой. ФНГ будет выходить на Резолюшена. Есть Фессура. Резолюшену близко нельзя даже подходить. Фобос смещается сюда. Есть ли инфа? Сейчас глянем. Резолюшен понятия не имеет, где находится Фобос. Ну, я так понимаю, подозревает, что там кто-то есть. Ну и видно, что кликает. Кликает. Прокликал Резолюшен. Показал, что, ребята, у меня кто-то на хвосте сидит. Сайлент. Как там дела с фармом? У Сайлента уже готова Аквила. У него есть Фейсбутс и есть Пурмен Шилд. Курьер тарабанит эти шмотки у Флая. Ой, у Флая просто беда и нищенство. Так, поймали у нас Иллидана. У Иллидана Дуппельгангер уже был проюзан. Дуэль пошла от Резолюшена. Ну и вот первая неприятность. Грейв бросает у нас на Иллидана. Иллидан, кстати, и не просел по ХП. Иллидан в итоге-то, конечно, развалился, но забрали Резолюшен. Дуэль, по-моему, не была выиграна. А ну-ка, а ну-ка. Нет, Фантом Лассер не выиграл дуэль, ну и не проиграл, что безусловным плюсом является для команды ВП. ВП здесь 610 голды поднимают. Они забрали Мидера, они забрали Йоку. Единственное, еще Сайлент здесь, если бы слился, вот это было бы неприятно. Сайлент даже близко не подходит. У Сайлента своя задача. Он стоит и фармит. Вы там играйте, мне надо артефакты. И правда таки надо. Таки надо. Восьмой левел уже. У Джаггернаута уже есть. Рингу Факвила и пошла сборка Джаггера в Яшу. Сэнджин Яша. Будет ли Мом и Башер мы узнаем, но пока что рановато об этом задумываться. Алоха Дэн смещается на Мидлейн. Резолюшн в это время фармит лес. Резолюшн через стрелы идет. Резолюшн за атак в один и момент Куража тоже в один. Ну и, естественно, пассивка в один. Лина уже практически шестого левела. Сейчас будет Лагуна Блэйд. Хоть как-то в файтах можно бёрст дэмэдж вносить. Пока что не так-то просто поймать того же Фантом Лансера. А когда ты юзаешь Лагуна Блэйд одним кликом, там лови-не лови, Фантом Лансеру все равно прилетит. Так, Резолюшн по артефактам. Как дела обстоят? Ничего на самом деле выдающегося нет у Резолюшна. По Нетворцу он на третьем месте. 2800 у него 4200 у Сайлента. И Год, который стоял против Резолюшна в миде, у него 4300. У Резолюшна 2800. Это печально для команды Эмпайр данная ситуация. Ну Сайлент хотя бы в порядке. И второе место совсем немного отстаёт от Года. Год вообще, кстати, тащит команду ВП. Я смотрю, уже не первый матч. Джаггер в топ вышел. Забирает Тауэр. Команда Эмпайра. В это время Йоку погибает от Фантом Лансера. И погибает во вражеском лесу Йоку. Что ты там делаешь? Зачем вообще туда ходить? Там есть Лил на Дазле, который за Варде отвечает, за Вижн, за абсолютно всё необходимое для комфортного фарма Элидана. Там есть Элидан, который уже 8-го левела. Который с руки может распилить. У которого ульта есть. У которого есть иллюзии. Как с ними разбираться, вообще непонятно. Надо выбирать какую-то нормальную точку для того, чтобы дать Драгон Слейв. Надо Лайт Страйкер им париться, чтобы попасть. Там ульту просто не запилишь, когда их миллион этих Фантом Лансеров. Жестяк, конечно. 7-2 счёт. 10 минут сыграно. Команда Эмпайр проигрывает 1000 по голде. И по экспириенсу ВП тоже впереди на 900. У Наги до сих пор нет Сонгов Сайрон. Это вещь под рассказ как раз-таки Эмпайр. Команда Эмпайр более чем подходящая. Илвы Суна Флайт тоже должен получить Статик Шторм. И после этого как-то вместе с Нагой, вместе с её ультом комбинации команда Эмпайр уже какую-то силу приобретут. То есть Статик Шторм под ноги. И по истечении действия Сонгов Сайрон в неприятной ситуации оказываются все, кто проснулись. Там ВП уже придётся ВП что-то выдумывать. Например, Пейла оставить в Статик Шторме и можно с ним на равных разговаривать. Например, Джаггер так точно распилит Фандом Лансера. Но тут будет больше, конечно, от расположения героев в файте зависеть исход вообще всей этой битвы и исход четвёртого матча. Напомню ещё раз, у нас катка в формате Best of Five и это уже четвёртая встреча. Лила сейчас найдут и Лила скорее всего заберут, причём скорее всего через дуэль. Грейв на себя бросает Лил и Резолюшн, но это же элементарно. Ну и дуэль не выиграна. Алоха Дэнс забирает у нас в итоге Дазла, но дуэль и Резолюшн не выиграна. Ну, видимо, решили доверного сыграть игроки команды Эмпайр. Ульта пошла у нас от года. Распилили пополам Алоха Дэнса и Лидан на лоу ХП и Сайлент делает ЭПАУ. Сайлент тут тоже, а Лидан подходить не мог, потому что мог бы и остаться здесь. Резолюшн бежит, но за ним же Год, за ним Фобос. Где, кстати, Год? Год близко, Год близко. И Фобос у нас ночью под второй пассивкой. За Резолюшн ещё и Фессура прилетела в Легионку. 9-3 становится счёт. Алоха Дэнс прилетает в файт. Зачем? Зачем ты здесь? Статик Шторм пошёл от Флай. ФНГ закрыли. Убивают Найт Сталкера в итоге. Год забирает двоих в этом файте. Йоку вместе с Лилом на Рошане. Ну и здесь компания уже близко. ФНГ без маны на Фессуру. ФНГ с маной от Лила, но поздновато уже было давать Фессуру. 10-4 в итоге. Становится счёт. Команда ВП забирает троих, зарабатывает 800 голды. Команда Эмпайр забирает двоих и зарабатывает 600 голды в этом замесе. Ну и давайте по артефактам пройдёмся. У Джаггера уже есть Яша. Появляется Ring of Hells для Сайлента. Скорее всего будет Battle Fury. Или Дан видит Сайлента. Крутись. Хочешь жить? Умей вертеться. Джаггер. 10-й левел, кстати, Элидан. И 9-й левел... Ой, 10-й левел, точнее, Сайлент. И 9-й левел Элидан. Сайлент осмелел. Сайлент во вражеских лесах. Линия ему уже наскучила. Тут пусть кто-нибудь из саппортов идёт и фармит. Резолюшн фармит благодаря Overhelming Codes. Четвёртого левела. Стрелы в приоритете. Для фарма более чем полезная штука. Ну и, скорее всего, в Даггер будет выходить Резолюшн, чтобы быстренько организовать замесы. Год видит сразу двоих. Aloha Dance тоже здесь. И Always on a Fly здесь. Неужели Йоку заберёт здесь Год? Соник Вейва нет. По идее, не должен забирать. Йоку без маны. Год просто на тупом вообще. Прыгает за Йоку. Йоку отправляется в таверну. Ну и здесь вся команда Empire уже под собственным тавером. На Элидана. Фантом Лансер. Через Доппер Гангер старается уйти. Неужели дадут уйти? Нет, не дали уйти. По идее, здесь по таверам его разбирают. Пошёл Войт. У нас полвейсона Flyer. Flyer рассыпается. Резолюшн. Налог ЭП. Лил. Через пользы на атак зацепил. Год через Соник Вейв. Да разобрал. Сайлент здесь. У Сайлента нет маны на Омни Слэш. Да и Омни Слэш всего лишь. Через 5 секунд лучше всего отступать команды Empire. Алоха Дэнс. Просто бежать отсюда. Уже летит сюда Йоку. И Сайлент с Омни Слэшем. Сайлент готов драться. Теперь у него всё в порядке. У какого-то одного, например, Найт Сталкера можно распилить. Но как быть с Годом, у которого есть Даггер. Как быть с Лилом, у которого есть Грейв. Честно говоря, не очень понятно. Тут чувствуется плюс не до фарма. Вот команда Empire. Они проигрывают по голде 1000 по экспириенсу 500. Но странно, кстати. Маловато проигрывают по голде Empire. Это при том, что по фрагам они проигрывают 13-5. Ну, фармят лучше. Резолюшн у нас в Сайленте от Фобоса. И развернуться и драться тоже неудобно. Заманивает у нас на хайграунд Фобоса. Летит сюда Уэсу на Флай. Кинетик Филд пошёл от Флая. Год. Не прыгает под тавер Фобоса. Пытаются поймать. Фобос наполучал и отошёл отсюда. Алоха Дэнс сильнее наполучал. Алоха Дэнс у нас уже на тавере. Превозвращают назад кого-то из игроков команды ВП. Или мне показалось. Наверное, мне показалось. У Джаггернаута уже готов Персеверанс. Осталось ещё 1600. Точнее, 1800. До появления Баттл Фьюри. После Яши Джаггерс собирает Баттл Фьюри. Скорее всего, потом будет Манта Стайл. Ну, Салон есть. Салон надо сбрасывать. Поэтому Манта Стайл здесь более чем очевиден. Ну, и ясен петь, что если выбирать между Сашей и Яшей, то, конечно же, Сашей из Яши и Манта Стайлом, конечно же, Манта Стайл. Да ладно, уже Оршид есть у года. Ну и всё, Резолюшн просто становится кормом для команды Виртуз Про. По лесу прошлась квапа, дала Сала и очень быстренько Резолюшна спилили. Что ж так не прёт-то команде Эмпайр? Неошибочный ли снова был пик? Если Джаггер будет что-то делать у нас с ПЛ и имеет возможность разобраться с Фантом Лансером благодаря сплэшу, то как быть с Квапой, которая, вот вы видели, что сотворилась Легион Команда. 14.5 по голде 2000 ВП, по экспириенсу 2000 тоже Виртуз Про. Сайлент в это время фармит уже собственные леса. У Сайлента есть Бродсворд. У него осталось 1200 до появления Баттлфьюри. В принципе, минуты за три должен Баттбф появиться. Ну, здесь опять же фарм крадут у Сайлента. Или Дан просто пришёл и забрал фарм. И Сайлент вынужден здесь рахитов абсолютных бить. Ну, или уже ближнюю к своему хайграунду часть. Сонг оф Сайрен. Пошёл это Лохаденса. Года поймали. Вот о чём я говорю. Просто в Сонг оф Сайрен. Дальше Статик Шторм под ноги. И оставайся здесь. Оставайся. Никуда не надо идти. Там Кинетик Фил. Там Статик Шторм. Там уютненько. Там хорошо пахнет. Оставайся. Ну, развалили годы. Это очень важный фраг. Причём очень дорогой фраг. Тысячу голды. Заработали за годы. И 739 поимел Олвису на Флайс. Года. Ну, многовато даже для Дезраптора. Он таких деньжей ещё не видел. Найт Сталкер в это время, кстати, у нас забрал Сайлента. Ну и вот вам, пожалуйста. Огорчение на огорчение. 600 голды Сайлента. Забирает команда Виртус Про. Флай начинает обходить. Флай должен об этом знать. Флай уходит как можно дальше. В ФНГ даггера ещё нет. И не скоро будет даггер. У Фобоса как там дела? У Фобоса есть урнов Шадоус. У него есть Огр Клаб. 1100 на руках. У Лила есть. А медальюнов Кураж есть Аркан Бутсы. Года после Оркида. Тарится БКБ. Фобоса возвращают. И Фобос под дуэль сразу же. Ну, не успеет. Резолюшн дуэль закончить. Фиссура пошла у нас от ФНГ. Поймали Года. Точнее, кто кого ещё поймал. Год у нас. Просто забирает Олесу на Флай. Год продолжает дальше гнать Резолюшн. У Года есть Соник Вейв. Соник Вейв Резолюшн. Ульта пошла у нас от Сайлента. Сайлент переключается на Фобоса. Сайлент забрал, кстати, Квапу. 660 голды поимел с неё. Фобоса поймали. И Фобоса должны здесь оставлять. Лоу-ХПшный Фобос. Грейв на него. ФНГ без маны. ФНГ провязал уже всё, что можно было провязать. Алоха Дэнс дальше за Фобосом. Йоку начинает настреливать по Найт Сталкеру. Сталкер в таверну. За ФНГ погоня. У Йоку нормальный. Мув Спид. У него есть ЕУ. Лайт Страйкеры под ноги. Йоку. Дабл килл в этом файте. Дальше за Лилом. Просто бить. И Лил уходит у нас. Да, Лил уходит. Лил уходит лоу-ХПшный, но всё-таки уходит из этого файта. Вот это Эмпайр подрались уже как-то... Это больше похоже на правду. 1200 по голде. 300 по экспириенсу. Йоку начинает жечь. У Йоку уже есть ЕУ. В скором времени, я думаю, Даггер будет с такими вот мувами. У Легионки есть Даггер, но тут больше эскейповый. Кажется, Даггер для Резолюшн. Ну и есть для Джаггера... Есть для Джаггера Бэтл Фьюри. Год на Сайлента. Сайлент на Сайлента, точнее не год. Сайлент отсюда уходит. Команда ВП с 2000 до 1 преимущество своё утратила. И с 2500 по экспириенсу до 1200. Эмпайр держится на уровне. Они вроде по фрагам сильно очень терпят, но при этом... Стараются и умудряются не сливаться сильно по фарму. Вообще по крипстату давайте глянем, за счёт чего всё это. Ну у Сайлента 144 крипа против 108 от Элитдана. А где Элитдана? Где деньги Элитдана? Что происходит? 20 минут прошло у Элитдана Барабаны и рингов Аквила из нормальных артефактов. Поднимает у нас Йоку. Фиссура от ФНГ прям на голову Йоку. Эхо Слэм у ФНГ есть. Стадик Шторм под ноги. Стадик Шторм отменяется в Кинетик Филде, где все стоят. Но бить просто некому. Через 6 секунд аж будет у Сайлента Омни Слэш. Сайлент крутится, старается отсюда уйти. Есть Омни Слэш у Сайлента, прыгает по всем. Сайлент, ну допрыгался. Точнее не допрыгался. Нет, Джаггера развалили ещё до Омни Слэша. Это я уже перефантазировал. Минус 3 делает команда ВП. Эмпайр начинают сыпаться. Ну тут недостаток координации. Нага поздно пришла в файт, когда убили уже Йоку. В итоге Стадик Шторм рановато был проюзан и 1 секунда в никуда отправилась от Флая. Пришлось резко отменять Сонгов Сайрен. Ну и раскастовка, всё это коту под хвост случилось. 29 счёт. И второй тавр по мидлейну у команды Эмпайр падает. Два внешних тавра всего осталось у Империи со стороны команды ВП. Внешних тавров 3. Сайленту надо Манта Стайл. Причём срочно с Найт Сталкером драться в соло ночью вообще неприятно. Тут вообще всем надо Манта Стайл против Найт Сталкера. Потому что ну в сале простоять, ну какой толк. До той стадии, когда руками запиливать могут все, мы не дошли. Скиллы ещё имеют значение. Ну и здесь... В Молчанку если играть, то команда ВП запилит своих оппонентов. Эмпайр сильно будет от этого страдать. Да уже страдает. Вы видели, что произошло с Резолюшиным. После элементарного Сайленса от Квапы. БКБ приобретает себе Гот. У него есть БКБ, у него есть Уоршит. У него есть Боттл и... Мэджик Вон с ПТшкой. У Резолюшина в свою очередь есть Бродсворд и есть Блингдаггер. Резолюшин идёт в Блэйд Мэйл. Забавная может быть встреча. Алоха Дэнс вместе с Резолюшиным прошлись по вражескому лесу. Ну и в смоке Алоха Дэнс. Алоха Дэнс ставит вард на мидлейн. Резолюшину надо отсюда уходить и Алоха Дэнс надо отсюда уходить. У Алохи есть, если что, для Эскейпа Глимеркейп. Здесь есть Блингдаггер. Ульта от Фобоса. Фобос старается обогнать... Обойти Резолюшина. Йоку, куда ты денешься? Йоку поймали. В итоге Резолюшин должен отсюда убегать. А Йоку, скорее всего, здесь и останется. Йоку развалили. Фобос дальше за Резолюшином. Ну и год в обход. Ну и... Блин, какая же неприятность. У Резолюшина будет делать ТП-аут и должен успеть. Фоба прыгает у нас на Резолюшина. Всё, Резолюшин уже на базе. Успел уйти. В это время Сайлент где был? Сайлент в это время просто по лесу фармит крипов. Ну, у него такая задача, ему надо вывести артефакты. Если не он, то в составе команды Эмпайр вывозить некому. Сонг оф Сайрен, Алоха Дэнс споёт. Кстати, к шторм под ноги Дезраптор сможет положить. Кинетик Филдом всех закрыть тоже сможет, но кто-то должен бить руками. И пока что Резолюшин вообще не о том. У Резолюшина ни одной выигранной дуэли на 24-й минуте. А это, поверьте мне, минус необычайного характера. У него 100 дэмэджа с руки всего лишь. Ну и опять же, у него счёт 0-5. Счёт 0-5 это означает, что смертей мы ещё увидим от Резолюшина. ВП по голде выигрывают 5000, по экспириенсу 4 с копейками. Так, ульта пошла у нас от Резолюшина. Дуэль от Резолюшина. И кто же её выиграет? Резолюшин. Выиграл дуэль? Да, Резолюшин первый дуэль выиграл. Тут же, правда, отъезжает, но это его личное дело. На года прыгает Сайлент. Года оставили здесь. 2 в 3 подралась Империя. Тут дальше уже у нас Иллидан наваливает по Йоку. Йоку развалили. Сайлент. Нет смысла нападать даже, кстати, на Сайлента. Хотя, почему нет смысла? Есть смысл. У Сайлента есть Баттлфьюри. У него есть Яша. У него нормальная скорость атаки. Алоха Дэнс. Сонг оф Сайлент есть, но у Юзати нет смысла. Сайлент дальше за Иллиданом. У Иллидана есть Доппельгангер. Сон пошёл от Алоха Дэнса. Отмена сразу же Иллидана здесь должны оставить. Иллидан сбрасывает с себя сетку через Дефьюджиал Блейд. Сайлент. Да один удар по Иллидану. Ну Иллидан, Доппельгангер вниз и всё. И уходит у нас Фантом Лансер. Даже вот... Да! Просто жесткач вообще какой-то. Эта погоня в никуда. Потом Джерри какой-то устроили. Что одни, что вторые. 1400 в итоге. Поднимает Эмпайр в этом файте. По голде и 4200 по экспириенсу Иллидана не допилили. Забрали бы Иллидана, была бы совсем другая история. Да, ВП конечно видно подсобрались. ВП тут в кулак взяли. Всё, что можно было взять в кулак. Всё, что помещалось. И видно, что очень нацелены теперь за победу. После первых двух матчей в принципе логично было бы похоронить империю. Не империю, а команду Virtus.pro. Империя показала, что чуть ли не в сухую может наказывать ВП. Но третья игра оказалась переломной. И теперь ВП тоже на данный момент лидирует. Немного, конечно, но лидирует. FNG закрывает Уллесона Флая. Татем по голове. Сайленс от года. Забирают ещё один фраг игроки команды ВП. Они больше чем в два раза переубивали своих оппонентов. И Оаганим появляется у Фобоса. 26 минут. Отставание небольшое. Но, кстати, вот по фарму я смотрю, что одни, что вторые. Но очень прилично. За 500 ГПМ у Сайлента. Почти 500 у Квиннов Пейн. Я думал, год помощнее здесь. И у Джаггера уже готов. Готов Манта Стайл. Уже иллюзии будут толпами драться против иллюзии Фандом Лансер. Уже можно будет бороться как-то на равном. Закрыли Сайлента. Сайлент. Сразу же сбрасывает себя Сайлент на года. Гот у нас под шалу Грейвом. Ну и Сайлент пешком пытается отсюда уйти. Есть Хеллингвард. Эхо Слэм пошёл от Шейкера. Закрыли Алоха Дэнса. Алоха Дэнса убивают. Минус. Нага. Нага так и не смогла здесь спеть. Гот разбивает Хеллингвард. Цепляет Олвесу на Флая. Гот готов идти дальше. У него есть Соник Вейв. Бэкэбэ от Года. Гот на Олвесу на Флая. Флай выхиливается благодаря Мэджик Ванду. Где же ты, Алоха, когда ты так нужен? Алоха Дэнс у нас отдыхает под фонтаном. Резолюшн. Готов прыгать на Фобоса. Так прыгай. Блэйдмейл и гоу. Блэйдмейл пошёл от Резолюшн. В Статик Шторм Фобоса. Ну, можно же выиграть эту дуэль. Да хрен, что тут можно выиграть. Лил, какой же ты противный, а? И Резолюшн ещё и разваливает. Жесткач просто полный. Иллидан здесь за Сайлентом. Сайлент сбрасывает себя Дефюжиал Блейд благодаря Манта Стайну. Но Сайлент без маны остаётся. Этот Пэл, ну, вообще не контримый. Ну, отправьте вы его в баню. Ну, зачем думать вообще о Фантом Лансере. Просто забанили и до свидания. Нет, баны тратятся на саппортов, на всякую ерундистику. 3000 по галде впереди ВП и по экспириенсу 4000 тоже в пользу Virtus.pro. Так у Пэйла по мелочи вообще. Ничего особенного. Дефюжиал Блейд и барабаны. Всё. И самое печальное, что ничего больше и не надо Пэйлу. Он на третьем месте по Нетворсу. Он проигрывает Сайленту. Ну, он сам по себе. One Man Army. Ему так... Вот этой мелочи предостаточно. Одни диффузары, что творят. И по ХП немного УПЛа. Ну, попробуй пойми, кого из них бить. В кого запиливать Лагуна Блейд. Например, от Лины Улины, кстати, уже есть Аганим. Уже здесь демиджа 950 будет через 2 левела. Йоку много бьёт. Йоку сильно бьёт. Но надо выбрать хотя бы какую-то одну цель. И в Сайленсе не надо стоять. Йоку рискует здесь либо от Найт Сталкера получить Сайленс, либо от Кваппы. Радиент, средний тверд, подавленный атак. Команда ВП выходит на Т2 по нижнему лайну. Резолюшн играет с судьбой. Вряд ли стоит сюда подходить. Здесь Фантом Лансер. У него ещё 4 заряда в диффузах. Зацепить ПЛ сможет в любом случае Резолюшн. А там и разобрать его несложно будет. ФНГ в очень удачной позиции. Я думаю, с Эхо Слэма всё и начнётся. Фессура пошла у нас от ФНГ. Сайлента закрыли. Сайлент умудрился проезд дерева ещё. Прыгает у нас Шейкер. Эхо Слэма от него. Сон пошёл от Наги. Ну и год ВКБ на года прыгает. Сайлент года развалили. И дальше летает Сайлент. И на Сайлента вырывается Фобос. И прилетает у нас ещё и Лансов. ПЛ Фобоса. Пытаются поймать Фобос у нас. С нормальным количеством ХП. Минус 3 делает команда ВП. Потеряли только года. Но забрали Сайлента. Забрали. У Весу на Флая забрали Резолюшн. Важный герой у нас отъезжает и продолжает фармить ПЛ. И чем дальше, тем хуже ПЛ. А перефармленный ПЛ не пойми как контрить его вообще. Надо дополнительный дэмэдж Джаггеру. Или надо как-то себя обезопасить чем-то. Ну БКБ здесь. Ну вижу, Джаггер вроде уже собирает БКБ. Ну и отбрасывается понемножку, по чуть-чуть Эмпайр. Ну старается не дать спушить рано очень линию. Хотя 30-та минута. В принципе линия это к этому моменту бывает и по 2 спушена. И ничего, можно играть. Ух, нельзя смотреть стату Резолюшна. Это вредно для здоровья, мне кажется. 0-8-4 счет для Легион Командерки. Да, просто запредельно плохой. Обычно Резолюшн не позволяет себе такого. Ну, здесь не пошло вообще против Квапы. И становится понятно, что не могло пойти. Квапа это тот герой, который вообще редко кого прощает на Мидлейне. А если мы говорим о Мидлейне против Милишника, да Году даже напрягаться не пришлось. Какого бы уровня игрок не был Резолюшн, там против Квинов Пейн очень сложно. Что будет прыгать? Резолюшн прыгает у нас на Года. Дуэль пошла от Резолюшна. Ну, есть шанс вернуть на место. Все, что я говорю, дуэль выиграна. Йоку просто через Драгон Слейв помог Резолюшну. Не дождался Резолюшн, когда будет запилен туда Лагуна Блейд. Резолюшн выигрывает вторую дуэль. 28 демеджа в плюс уже есть. Уже неплохо. Кстати, никому не подарил ли дуэль у нас Резолюшн? Нет, никому. Демедж растет. Демедж уже более-менее вменяемый. А в это время Элидан в лице 500 тысяч человек заходит у нас на Хайграунд. Элидан лоу-хпшный Сайлент. Да ладно, прошел Крит. От Сайлента и через Баттлфьюри или Дану-то подразорвало немножко хвост. Фух, так можно драться. Оказывается, рано я похороны здесь отпеваю в этом матче по команде Империи. Always on a fly. Резолюшн Йоку. По топ-лейну. С Лилом драться можно. Больше пока никто не приходит. Прыгает Лил на Лила, точнее Резолюшн. Лила должны забирать еще один удар. Лила отправляется в таверну. Резолюшн зарабатывает дополнительный демедж. 30-15. Такие игры можно камбэчить. Резолюшн зарабатывает деньги у нас практически уже на БКБ. Империя, да ладно, вы... Что? Они поднимаются на Хайграунд. Они проигрывают 30-15 и заходят на Хайграунд. Тут... Так, кто это в спину? Это в спину ФНГ. У него есть Эхо Слэма. Эхо Слэм по двоим. Йоку поймали. Год. БКБ на Резолюшн. Резолюшн включает Блэйд Муэйл. В итоге Резолюшн отъезжает. Йоку запиливает у нас в Года Лагуна Блэйд. Год под статик штормом. Года надо убивать. Года убивает. ФНГ лоу хпшный. Но здесь Иллидан уже. Минус 3 делает Фобос в этом файте. Сам Фобос у нас выживает. Иллидан допиливает всех остальных. Зря. Это Коралл 1700. ВП выигрывает по голде. И Эмпайр теряет 560 здесь. Но не умер Сайленд. Это уже безусловный плюс. Сайленд у нас приобретает себе БКБ поверх Блэйд Фьюри, который есть у Джаггера. Надо думать о каком-то контроле квапы. С квапой надо разговаривать жестче. Квапа требует Абисал Блэйда. Квапа требует какого-нибудь... Ну, хотя бы элементарного башера для начала. Сайленд 265 крип стат против 204 от Фантом Лансера. У Лансера уже есть АФСКАДи. 2200 хп у Иллидана. Но мы видели, как от критов Сайленда падают все иллюзии Иллидана. Да и сам Иллидан лоу хпшный уходит. Криты по 700. Надо бежать, дефать в мидлейн. Алоха Дэнс может здесь поконтролить команду ВП. Алоха Дэнс может здесь и остаться. Алоха Дэнс, Юзайсон! Не дадут же, а? Просто Иллидан забирает Алоха Дэнс. Без сопротивления вообще. В это время Сайленд у нас в ульте на Шейкера. Ничем хорошим это для Сайленда не закончилось. Сайленд бегает вокруг Кинетик Филда. Непонятно, кого бить. Йоку лоу хпшный. Сайленд БКБ за Фобосом или за Иллиданом. Ну просто катят у нас Джиггернаута. Резолюшн цепляет Года. Дуэль будет или нет? Нет, дуэли. Дуэль, да, дуэль начинается. Года распиливают. Виннером становится Резолюшн. Резолюшн уже три дуэли выиграл. Плюс 60 демэджа Сайленд. Дерется с Иллиданом. Иллюзии сыпятся. Ну и Сайленд разворачивается. Почему не драться? Дуппельгангер провязал у нас Иллидан. Ну просто кайтят Сайленда. Фобос напиливает по Сайленду. Фобос дальше на хайграунд. Резолюшн должен цеплять Фобоса. Сайленда нельзя отдавать. ФНГ прыгает у нас на хайграунд. Резолюшн под БКБ дальше за Фобосом. Мана отсутствует у нас на стрелы. И Иллидан, скорее всего, допилит Резолюшн. Должен. Алоха Дэнс. Ну как далеко ты, когда ты нужен здесь 39-18. Алоха Дэнс. Ну пой, ну останови его. Ну можно его убить. Начинай петь. Все, Алоха Дэнс запел. Статик Шторм под ноги. Все, Иллидана должны убирать. Иллидана здесь разваливают. Хотя Иллидан так жестко огрызается. Фобоса тоже поймали у Флая. Ничего, в принципе, нет. Руками не развалишь и ФНГ. Добрый вечер. Я забыл вам кое-что дорассказать. Овесу на Флай в таверну. Алоха Дэнс в таверну. Команда ВП делает Тим Вай. 41-19. Немного по голде, но по эксп... Но по фрагам тут просто чудесное вообще положение для ВП. 41-19. Ну до хрена и больше. Ой, жесть. Empire вроде в какой-то момент дают просветы. И показывают, что могут драться лучше. И что могут интереснее смотреться. Но тут раз и ФНГ. Тут раз и год прилетел. Тут раз и еще какая-нибудь ерунда влетает от команды Virtus.pro. Йоку цепляют. Йоку надо летать в Юлии или что-нибудь делать. Не знаю. Оставаться здесь очень опасно. На собственном хайграунде уже команда Empire не чувствует себя в зоне комфорта. По голде ВП 7000 по экспириенсу за 12 Virtus.pro. Резолюшна. Всего лишь плюс 60 дэмэджа на 37-й минуте. Это мало. Это очень мало. Но счет 1-10. Это еще странно, что 60 дэмэджа где-то насобирал у нас Легион Командер. БКБ есть. Блэйд Мэйл есть. Даггер есть. Но к 40-й минуте и другое могло бы быть. То есть там побольше. Там Дизолем попахивало бы уже и Мьелнер где-то мог бы замаячить. Если бы все нормально. Но просто не пошла Легион. И сейчас я смотрю на годы. Я не могу понять, как она должна была пойти. Правда, мне непонятно. Ну, то есть надо было настолько быть мощнее по скиллу, чем Клопа. Может подумали, что Найт Сталкера взяли на мидлей. Вполне может быть. У Наги есть уже Глимер Кейп. Есть Мека, Аркан Буццы. И Гвардиан Грифс должен появиться у Алоха Дэнса в скором времени. Так, ульта пошла от Фобоса. Фобос видит Резолюшн. Резолюшн не успевает БКБ включить. Резолюшн делает что-нибудь. БКБ год. Год ловит сетку. Лагуна Блейд у нас от Йоку. И у Года заканчивается БКБ. Не успевает провязать ульту у нас в итоге Легион Командер. Легион Командер. Прыгает Статик Шторм. Иллидан лоу-хпшный. Грейв закончится уже. Доппергангер от Иллидана. Дальше за ним Сайлент. В Глиммер Кейпе у нас Иллидан. Гем валяется на земле. Гем, если бы подобрала команда Эмпайр, можно было бы Иллидана закончить здесь. Сайлент старается отсюда уйти. ФНГ ловит Сайлента. Сайлент юзает БКБ на развороте. На ФНГ. Йоку на хайграунде. Вернись ко всем, Сайлент. Вернись в дом. Тауэр стоит. Линия не скучна. Драться еще можно. У Флая нет Статик Шторма. Здесь нет Наги. Цеплять, в принципе, кому-нибудь под БКБ, в принципе, и нечем. Фантом Лансер уже просто чумной. У него Иглсонг уже имеется. Иллидан. И ХП имеет триллионы. Дэмджа куча. Сайлент. Так, между прочим, побежал. У Сайлента Ультимейт Орп для... А почему... Почему... Почему в Скаде? Почему бы в Башер, например, не пойти Джаггеру? Должен же быть какой-то контроль помимо сетки. Должен, но... Просто его знает. Видимо, решил в статы все-таки пойти. Джаггер проседает по статам. Решили таким вот образом исправить ситуацию. Ульгион Командер 1.11. Резолюшн здесь явно не пример для подражания. С такой вот статой. Даже удивительно... Удивительно крупное количество смертей. Вот резолюшн обычно он... И сам по Сайвове, да и убивает побольше. Не своего героя взял. Или, может, просто, опять же, не поперло против Годан Аквапия. Мало у кого прет против Годан Аквапия вообще. Ну и ВП забирают Року. Без проблем абсолютно. Аквапу... Оснастили Аэгой. На Алоха Дэнса врываются. Алоха Дэнс у нас в Сайвенсе. Статик Шторм под ноги. Алоха Дэнс в таверну. Ну и все. Комбинация Эмпайр сейчас развалилась. Флай, скорее всего, тоже отправится в таверну. Вдвоем, втроем тут сильно не подерешься. Йоку делает Даггераут. Йоку пошел фармить. Или что? Йоку, уходи отсюда. Это все так просто не закончится. Йул на себя бросает Лина. Лина не успевает сделать Даггераут. Йоку здесь оставит. Сайлент и Легион Коммандер остались на хайграунде. Остались за главных. Но они и так главные по данному пику. Но линия, скорее всего, будет падать. 40-ая минута. ВП очень долго, кстати, с линией морочат голову. Мидлейн так и не забрали. Забрали Т3 по топу. ФНГ у нас. Эхо-слэм провязал. Куда вообще? Я не понял. На кого? Просто так. Психонул, конечно, немножко ФНГ. Форстафтнул себя. Не сделал, наверное, Даггер врыв. Видимо, через шифт или как-то так Даггер был сбит. Ну, и эхо-слэм просто в пустоту. Фоба степляет Алоха Дэнса. Алоха Дэнса опять не споет свою песню. Здесь Гем просто половину дел решает. Глимеркейп становится бесполезным и никак драться не получается с Сайлент. У него есть Омни-слэш. Полетел Сайлент. У нас в Омни-слэш и стадик шторм погоду. Сайлент после Омни-слэша. В половине ХП у нас вырывается резолюшная развалили. Квин оф Пейн забирает Легион Коммандер. Минус 3 делает команда Virtus.pro. И Эмпайр пишут ГГ. Ну что, друзья, 2-2. Начинали со счета 2-0. Эмпайр выиграли. Две первые игры без шансов. Теперь две следующие проиграли. И игра в формате Best of 5 плавно у нас перетекает в игру в формате Best of 1. Последний решающий матч определит, кто же у нас станет победителем ЕС Портала. Даззл закупился. Моя ты умничка. Закупился у нас Лил перед окончанием этой игры. 6 манго. Чтоб хорошо смотрелось. Все, смотрится хорошо. Матчи напряженные. Матчи жесточайшие вообще по накалу страстей. И эмоциональные, и интересные. И не без фейлов, и не без крутых мулов. Поздравляем команду ВП. Они выиграли вторую игру. Сравнялись по счету с командой Empire. И последний матч расставит все приоритеты в данном турнире. Это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Все это при поддержке Team Empire. Не забывайте подписываться на наш канал. Группа ВКонтакте. Канал на Ютубе. Везде вас рады видеть. Все. 5-6 минут перерыв. Пьем чай. И возвращаемся на последний решающий матч. moderна ютубе. Продолжение следует. Спасибо.